Субтитры создавал DimaTorzok Майю Ласила за спичками Глава первая «А что, черная корова отелилась у Ватанына?» — сказала Анна Лиса, жена Анти Ихалайнына, проживающего в деревне Куцу, что в Липери. Она сказала это как бы про себя, сажая хлеба в печку. Эта мысль промелькнула у нее в голове просто так, неожиданно. — Говорят, уже отелилась, — ответила Мина Сорманен, которая случайно зашла в гости и теперь шумно прихлебывая пила кофе. Потом, подумав, что Анна Лиса ведет речь, быть может, о корове Анти Ватанына, переспросила. «Ты что, о корове Юси Ватанына?» «Да», — ответила Анна Лиса. Тогда Мина снова подтвердила. Говорят, уже отелилась. «Ах, вот как!» Некоторое время Анна Лиса возилась со своими хлебами, потом опять спросила. «Телку или бычка она принесла?» «Корова Юси Ватанына?» «Да». «Говорят, телку принесла», — сказала Мина. «Телку, значит». «А что, Юси оставил ее или зарезал?» Продолжала расспрашивать Анна Лиса. Прихлебывая кофе, Мина сказала. «Кажется, он ее зарезал». И, наливая кофе в блюдечко, Мина добавила. «У этого Юси и без того большое стадо. На что ему еще их оставлять?» Воцарилось долгое молчание. Сам хозяин Анти Ихалейнен с трубкой в зубах лежал брюхом на скамейке. Глаза его были полузакрыты, и трубка едва не падала изо рта. Однако он слышал разговор и даже сквозь сон понял, о чем шла речь. Конечно, он не все осознал с достаточной ясностью, но кое в чем он все-таки разобрался и даже пробормотал сквозь сон. «Хватает скота у Юси! Сколько же теперь у него дойных коров!» «А-а-а, проснулся!» — сказала Анна Лиса. Мина Сорманен стала подсчитывать коров. «Пожалуй, пятнадцать у него будет вместе с той черной коровой, что куплена у Волтилайнена». «А-а-а, пятнадцать!» пробурчал Анти и снова погрузился в сладкий сон. И трубка его, покачиваясь, казалось, вот-вот упадет. Мина повторила. «Пятнадцать дойных коров у Юси!» «Ну и молока в его доме!» с удивлением произнесла Анна Лиса и через мгновение добавила. «Не помешало бы и хозяйку в таком доме иметь». Откусив кусочек сахару, Мина в свою очередь сказала. «Еще погодите! Женится этот Юси! Уже скоро год со дня смерти его ловья Иссы!» «Да, уж пора ему и жениться!» согласилась Анна Лиса. И, немного повозившись с хлебами, она, поразмыслив, спросила. «Сколько же лет этой самой дочери Пекка Хюверинина?» «Хюверинина из Луоса?» осторожно спросила Мина. «Да, из Луоса». «Да не будет ли ей...» «Позволь, так ведь она в одних годах с Идой Олкола!» воскликнула Мина. «Ах, вот оно что!» «Ну, тогда пора ей уйти от родителей». «У них и без нее хватает работников». «Уж не о ней ли подумывает Юси Ваттенен?» «Об этой, что ли, дочке Хюверинина?» Снова сквозь сон пробурчал Анти. «Говорят, будто он ее имеет в виду», ответила Мина. «Да только выйдет ли из этого толк?» «Тут Анна Лиса, вступившись за дочку Хюверинина, сказала, «Для Юси она была бы подходящей женкой, ведь и сам Юси уже далеко не молоденький». «И тут, желая уточнить возраст Юси, она спросила, «А сколько же лет этому Юси?» Мина стала подсчитывать. «Да вот старику Вау Тилайнену со Сретене пошел шестой десяток. Не в тех ли годах и наш Юси? Он именно в его годах. Теперь это я припоминаю», подтвердила Анна Лиса. И тут, вступив на путь воспоминаний, она пустила в ход весь запас своих сведений. Сначала-то он, говорят, собирался жениться на Кайси Кархутер. Ну, а потом, в конце концов, окрутился со своей покойной Ловииссой. «Этот Юси Ваттанен?» «Да». Сначала-таки он подумывал о Кархутер. «Ах, вон как!» Удивилась Мина. Анна Лиса пояснила. «Кархутер, понимаешь, потом вышла замуж за Макконена и с ним уехала в город Йоки. Да не там ли она и сейчас живет со своим мужем? Ну, эта Кархутер всегда мечтала о городской жизни. Да только вряд ли ей там лучше живется, чем в каком-либо другом месте». «Уж, конечно, ей там не лучше», — согласилась Мина. «Вот, говорят, семья Хакулинина в полнейшей нищете там живет», — Анна Лиса добавила. «Я тогда еще говорила Кархутер, чтобы она шла за Юсси Ваттанина. В его доме не пришлось бы ей без хлеба сидеть. К тому же и сам Юсси вполне еще приятный мужчина». «Мужчину он крепкого сложения», — подтвердила Мина. «Правда, нос у него похож на картофельну. Вот именно за это над ним иной раз и подсмеиваются». «Ну, у дочки Хювернина нос тоже не отличается особой красотой. К тому же она рыжая, и нечего ей гнушаться этим Юсси. Вот взяла бы и вышла за него». И тут, окончательно взяв под свою защиту Юсси Ваттанина, Анна Лиса добавила. «Ну, а что касается носа, так и этим своим носом Юсси всегда отлично обходился и умел таки высморкаться, когда это требовалось?» Закрыв печную трубу, Анна Лиса прибавила. «А что толку, что у мужчины нос красивый, если у него за душой больше и нет ничего мужского, кроме штанов?» Минна Сорманан была того же мнения. Сославшись на нос мужа Анны Лисы, она сказала, «Вполне можно высморкаться, имея и такой нос. Ничем не лучше нос и у твоего Ихалайнена. У них одинаковые носы, и мой Ихалайнен тоже отлично обходился с ним, и мы с мужем неплохо жили, и никогда в еде у нас недостатка не было». Снова наступило молчание, потому что Минна пила вторую чашку кофе, а Анна Лиса возилась со своими хлебами. Однако, управившись с этим, Анна Лиса вернулась к интересной для нее теме. Мой Ихалайнен и Юсиватенен с детских лет были вместе, и даже они пить бросили в одно время. После этого, как с пьяных глаз, поколотили этого дурака Нейраненом. Пришлось им тогда четыре коровы отдать за его сломанные ребра. Они четыре ребра ему повредили. Этот мой Ихалайнен и Ватанен. И что же, с тех пор они не пьют? Ведь больше двадцати лет прошло с того времени. С удивлением спросила Минна. «Нет, они даже маковые росинки в рот не берут. Хотя у Ватанена и сохранилось полбутылки вина. С того времени. Ну, а мой Ихалайнен с тех пор не употребляет ничего похожего на вино. Он даже воды остерегается. Разве только иной раз в баню сходит? Промыть водой свои глаза? Да что ты!» Помолчав, Анна Лиса стала не без сочувствия толковать о своем муже. О том, что они побили Нейронена, быть может, и не было бы лишних разговоров. Да только видишь ли, сам этот Нейронен поднял шумиху, придрался к мужикам по такому пустому делу, как его сломанные ребра, и даже хотел судиться. И тогда мужики сказали, что они дадут ему по корове за каждое его ребро, которое сломалось там у них в драке, если, конечно, он не поднимет судебного дела из-за таких пустяков. И вот с тех пор они особенно подружились. Мой Ихалайнен и Юси Ваттенен. Как две капли воды, они похожи друг на друга. Хотя мой Ихалайнен на полгода моложе Ваттенена. И вот, тщательно обсудив наружность Юси Ваттенена, а также его прошлое, женщины перешли теперь к разбору его костюма. Не без удивления Анна Лиса сказала, «Немало всякой одежды у этого Ваттенена, помимо прочего добра. А по воскресеньям он, по-моему, щеголяет в тех самых суконных брюках, в которых его покойный отец ходил в церковь». «Да, говорят, что он по воскресеньям эти брюки носит», — подтвердила Мейна. Хлебы поспели в печи. Их запах распространился по всему дому. Снова наступило короткое молчание, потому что Анна Лиса принялась мыть стол. Наконец Мейна прервала молчание, спросив, «Уже скоро начнете трепать, Лен?» «Надо бы завтра начать. Да вот спичек нет, кончились. Нечем будет огонь в баннеры сжечь, когда пойдем Лен трепать». «Ах, спички у вас кончились!» «Кончились спички». А у моего Ихолайнина не было времени съездить на станцию за спичками. Взглянув на спящего мужа, она сказала ему, «Эй, Ихолайнин, а ты приготовил корм кобыли?» Но Анте Ихолайнин не отвечал. Анна Лиса сказала, «Опять, кажется, дрыхнет». Минна подтвердила, что именно так и обстоит дело. Анне Лисе стала жаль своего мужа, и она сказала в его оправдание, «Уж больно рано он встал зерно молотить». Неудивительно, что его ко сну клонит. «А что, Ихолайнин рож молотил?» спросила Минна. «Рож?» «Ту, что он получил от мати Кайнена». «Ах, он ту молотил!» «Сколько же мерок у вас получилось?» спросила Минна. И Анна Лисе ответила, «Полный дирюжный мешок». «Да там еще на мешковине осталось немного». «Вон как!» Анна Лиса стала теперь суетливо подметать пол. И тут пожаловалась. «Моя работница ушла на неделю, так что мне одной приходится бегать и вертеться. А ведь при этом надо еще накормить десять коров. Да вот еще придется лен трепать». «А что? У вас в работницах дочка Тиной?» спросила Минна. «Она самая». «Ах, она!» «Я так и думала». Тут Анна Лиса, поворачивая хлебы в печи, опять вспомнила про баню сольном и сказала, вздохнув. «Ну где бы взять спички?» «Лен-то ведь высох, пора его теребить». Минна посоветовала. «Так сходил бы твой Ихалайнин за спичками хотя бы к Хюверинину, а вы бы ему потом отдали». Анна Лиса ничего не ответила, так как суетилась около своих хлебов, приговаривая, как будто они готовы. «Прошлый-то раз сгорело тесто, потому что залу из печки не выгребла». Однако совет Минны запал в голову Анны Лисы. Закрыв печь, она сказала мужу, чистя котел из-под каши. «И верно, Ихалайнин, ведь мог бы ты сходить за спичками к старику Хюверинину, чтобы завтра нам разжечь огонь в бане». Но Анти не отвечал, потому что он, прямо скажем, спал. И вот казалось, что о спичках забыли, тем более, что хозяйки заговорили о пряже. Между тем на этом дело не кончилось. Оно только начало подниматься, как на дрожжах. Суетясь по хозяйству, Анна Лиса сказала мужу, «Да ты что, все еще спишь?» «Он не слышит». «Он спит», — подтвердила Минна и тут же добавила, «если идти напрямик, то до старика Хюверинина будет не более шести километров». «Никак не больше», — согласилась Анна Лиса и уже громко сказала мужу, «Да ты что, Ихалайнин, не слышишь, что ли? Надо бы встать и сходить за спичками к Хюверинину». Теперь Анти услышал нечто такое, что напоминало ему голос Анны Лисы. Он даже отчасти понял, о чем она говорит, но сон был так сладок, что ему не хотелось отвечать. Некоторое время хозяйки говорили еще об овцах Пеки Хаакулинина. Но мысль о спичках не выходила из головы Анны Лисы. Она подумала, что если и завтра не начать лен трепать, то баня совсем остынет, и тогда придется ее заново отапливать. И тут она прикрикнула на Анти. «Да ты что, целый день намерен дрыхнуть и храпеть?» Эти слова Анти услышал уже совершенно отчетливо. Тем не менее он прижался к скамье еще крепче. Такое поведение рассердило Мину, и она сказала, «Надо бы хлопнуть его хлебной лопаткой вон по тому месту». Анна Лиса мысленно одобрила совет, но пока еще удерживалась от этого, занятая своими хлебами. Но вот она вспомнила, что уже осень, рано темнеет, «Ему же придется тащиться в темноте к Хюверинину». И тогда она не сдержалась. Она шлепнула Анти хлебной лопаткой пониже спины и в сердцах сказала, «А ну, давай поднимайся! Иди к старику Хюверинину за спичками, чтоб завтра нам было чем затопить баню». Анти медленно приподнялся, с просонок минутку посидел на скамье, посасывая свою потухшую трубку, потом, сладко зевнув, спросил, «Неужели прошло больше полгода со дня смерти старухи Юси Ватанена?» «Да, прошло, — сказала Минина. Похоронили ее в день Благовещения». Анти снова зевнул, напялил шапку на затылок, набил трубку, прикурил у печки от уголька и уже в дверях уходя, спросил Анну-Лису, «Значит, ты сказала сходить за спичками к Хюверинину?» «Да, иди, и только не болтайся там целый день», ответила Анна-Лиса. И вот Анти отправился к Хюверинину за спичками. Через некоторое время Мина подтвердила его уход следующими словами. «Пошел-таки Ихалайнин за спичками!» Анна-Лиса на это ответила. «Пошел!»